Ну и как водится, да, вокруг таких мест роятся не только наркоманы, лица безопределенного места жительства и любители экстрима, но и привидения, или точнее легенды и слухи о них. Местные жители нам рассказали тоже пару историй, связанных с вот этими вот руинами. Иногда здесь видят некие огоньки, светящиеся тени и тому подобные вещи. Ну, правда, неизвестно точно, тени ли это бывших пациентов и работников больницы, или это просто любители экстремального селфи подсвечивают себе своими мобильными телефонами. Также существует легенда о маленькой девочке, которая по ночам появляется в этом здании и ползает на полу, как будто что-то потеряла и ищет. Ну, к сожалению, нам не удалось узнать, на чем эта легенда основана, но, видимо, имелись какие-то реальные факты, наверное, старые и уже подзабытые. Ну, мы не призываем, в общем-то, верить в призраки и привидения. Она как часть городского фольклора, так и истории, в общем-то, живописуют наш городской пейзаж. Молодые тусовщики, люди, которые употребляют наркотические вещества в различных способах. Ну, место подходящее, конечно, можно. Можно. Да, мы предполагаем, что да, это одно из ворот к привидениям. Сейчас мы попалили в полоски, говорят. Или попалили в полоски. Да. Или попалили в полоски. Попалили в вход. Здесь стоят какие-то доски, видимо, несовершеннолетние чаще сюда подбираются, или невысокого роста. Вот следы распития. Ну да, здесь просто свалка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...